добрый день сейчас зима есть такая актуальная тема актуальный вопрос как сделать кофе горячей на кофемашинках seiko vienna speed em villa 3 вечера и такие же как эти сюда бы я еще отнес мэйджики давайте допустим вот seiko vienna для примера speed em villa seiko magic deluxe дори style magic комфорт дори style да в принципе большинство старых моделей сейка от royal даже тоже сюда можно отнести а в общем чем суть вопроса кофемашина делает холодноватый кофе как вам кажется завода кофемашина должна на выходе ну то современная должна давать порядка 72 градусов то есть вот это строки кофе вот старые машинки давали чуть чуть больше вот некоторые давали еще горячей то есть я думаю градусов 75 78 давали вот и из-за этого люди конечно хотели именно такой кофе но время проходит и кофе машинки начинают это кофе делать холоднее все почему потому как кофе машина измеряет необходимую температуру сопротивлением термодатчика вот идет такой зелененькими проводочками вот он виден там в оранжевом корпусе вот подходит он к плате то есть когда достигает определенного сопротивления термодатчик у нас такая табличка а именно при 90 градусах 3 целых сто шестьдесят восемь тысячных килограмм а вот тогда прекращается прекращается нагрев а если со временем сопротивление цепи от термодатчика до процессора увеличилась и сама цепь начала добавлять этого сопротивления нагревания становится раньше то есть вы получите кофе допустим не 72 градуса как в классике допустим одета 65 а то и 60 градусов вот такая проблемка на как с этим бороться что можно сделать можно купить вот такой резистор в нашем случае он сто тридцать два килоома и параллельно его подключить к термодатчику вот я его коннектор отсоединил просто подпаять контактом параллельно этот резистор будет так выглядеть и заизолировать после вот расчет сопротивления для цепи параллельного тока получается сопротивление каждого из компонентов единицы на сопротивление каждого из компонентов на сумма этих сопротивления равняется общему единицы на общее сопротивление цепи то есть по сути если все это посчитать получается если при 3 килоомах у термодатчика мы в результате получим 293 килоома то есть немного спустим общее сопротивление цепи чего и требовалось то есть если мы подключим вот этот термодатчик на 132 килоома мы добавим градусов 5 нашей кофемашинки больше нужно на ваше усмотрение то есть опять же используя эти формулы можно всегда рассчитать какое сопротивление можно подключить к этому термодатчику и как поднять температуру кофе но надо понимать что ничего хорошего в этом нет немножко добавить можно но это все равно какая-то проблема с платой на кофемашины от кофемашины от времени и внеся вот эти коррекции мы конечно для себя кофе сделаем теплее но это все неверно то есть для может кофе аппарату пойти не на пользу поэтому вот такой вариант есть пользоваться им можно многие кофемашины именно так и делают но я думаю что проблема во многих случаях в кальцинации бойлера то есть бойлер забить накипи он сам металл нагревается до нужной температуры но за счет того что там слой вот этой именно накипи вот она не позволяет металлическому бойлеру прогреть воду то есть вода проходит но упирается в этот слой извести вот и не нагревается в результате мы получаем холодный кофе а мы добавляем температуры бойлером и он вместо допустим положенных 80 градусов греется 90 или вместо 90 греется до 100 вода закипает вот поэтому сначала в любом случае делаем декальцинацию кофемашины если это не помогает всегда можно термо к термодатчику добавить дополнительное сопротивление и мы получим более горячий кофе вот такой вариантик касается это всех кофемашин сейка старого образца то есть как я и говорил спидом вилла треви чара сайка вена мэйджики и роял и фактически вся линейка так что вот вот вам возможность как можно увеличить температуру кофе спасибо за внимание